Здравствуйте дорогие друзья! С Вами снова DeerSpace и мы начнем нашу новую серию видео гайдов по кораблям в EF Online. Почему же я решил снимать видео гайды по кораблям? Потому что в данный момент я нахожу в джитте, я прилетел сюда из нашей домашней ВХ и случились такие небольшие проблемы. Я вышел из игры на несколько дней, там вчера точно закрылось и сейчас наших сокорбусов нет в игре и пока они не насканят мне вход, я туда не попаду. Поэтому раз уж я в джитте, я решил снять Вам пару-тройку видео гайдов по кораблям, показать фит, рассказать про основные особенности, ну и так далее. Первый корабль, который я решил снимать, это моя рабочая машинка, это Wargur, это линкор класса Raider. Что же такое Raider, сейчас я Вам расскажу. Посмотрим на основные особенности Raider. Так, ну, Raider, это корабль, который имеет несколько неплохих таких бонусов. Первый его бонус, то что у него 8 хай-слотов, слотов большой мощности, и оружие занято всего 4. Но так как он имеет бонус на 100% увеличение демага от боеприпасов орудий большого калибра, эти 4 пушки действуют как 8 пушек. То есть, у Вас становится много свободных хай-слотов, в которых, в принципе, вы можете поставить все, что Вам нравится. Второй его, несомненный гигантский плюс, это то, что он может использовать реконфигураторы боевого проктеря. То есть, модули Bastion. Что же такое модуль? Что-то у меня подвисло, ну да ладно. Модуль Bastion, это модуль, который имеет такие характеристики. Когда Вы его включаете, у Вас начался цикл, цикл идет минуту. Первый, минус этого модуля. Когда Вы его включили, Вы не можете двигаться, не можете варпать, пока он не перестанет работать. Видите, влияние на скорость плавного хода и скорость корабля минус 100%. Вы стоите на одном месте, не двигаетесь, и пока модуль не пройдет свой цикл, то есть не пройдет 1 минута, Вы не сможете ничего сделать. Так, какие же бонусы он имеет? Во-первых, бонус коэффективности инкачки щита и ремонта брони 100%. То есть, вся Ваша откачка повышается ровно в два раза. Потом, бонусы скорости ракет. Ну, на Варгуре это не важно, но есть такие рейдеры, как Голем. На нем этот бонус очень даже важен. Потом, идем дальше. Так, влияние на добавочную дальность и на оптимальную дальность 25%, тоже неплохой бонус. Также, он добавляет Вам сопротивляемости корпуса броней щита всем видам ущерба 30%. То есть, как бы Вы включили, у Вас мало то что танковка повышается, Вы гораздо сильнее начинаете откачивать. Ну, это я еще сейчас все покажу. Идем дальше. Так, следующая особенность Варгура, это то что он может использовать микро джамп драйвы. Давайте открою его характеристики и покажу Вам, почему же. Как бы, микро джамп драйв это все могут использовать, но у Варгура это более эффективно. Давайте по порядку пройдемся по его бонусам. Значит, первое. Это повышает скорострельность и увеличивает добавочную дальность на 5% и на 10% в астетических орудиях большого калитра. Неплохой бонус, дается он за навык Minmotar Battleship. Когда Вы сможете сесть на Варгуру, этот навык у Вас будет уже вкачан в пятерку, потому что без него просто никак. То есть, в принципе, неплохий бонус. За каждую степень своей навыка Maroders. Навык Maroders это основной навык на корабль, на все рейдеры, на Маргур, на Палади, не на Паладина, ну не помню как там называются остальные рейдеры. Это ладно. Я знаю, что есть голем, это колдарский рейдер. Ну идем дальше. На 75% повышается производительность установок на качестве силового поля. То есть, ну вот эта установка, питча типа, ну, варжевый шилдбустер. За каждый уровень навыка на 7,5% больше Вам откачивает щит. Скорость наводки на цель баллистических орудий также повышается на 7,5%. Тоже очень важная особенность, потому что все-таки это линкор и цель берет он медленно. Но этот навык позволяет нам упострить этот процесс. Профильные особенности проекта. На 100% увеличивает поражающее действие воеврипасов орудий большого калибра, о чем я уже говорил в начале. Также на 100% увеличивает дальность действия гравиозахвата. Но, если честно, я не вижу смысла ставить на него гравиозахваты, потому что, как бы, ну, зачем? Вы можете всегда возить с собой модуль сбора, это трактор в простонародье. Выкинули его и он весь ваш лут будет собирать. То есть, как бы, я не вижу смысла в использовании этих модулей. Ну, и на 70% сокращается задержка повторного включения маневрованных гипердвигателей. Это очень неплохой бонус. Он увеличивает откат модуля Large Micro Jump Drive. То есть, вы сможете использовать достаточно часто его, и он не ест так много компаситеров. Многие, на самом деле, не пользуются им, а ставят вместо него обычный Micro Wave Drive. И, если честно, ну, на ваше усмотрение, на самом деле. Потому что этот модуль, он все-таки позволяет вам удивить вашего врага, так сказать. Во-первых, во время фарма вы очень быстро можете сократить дистанцию. Во-вторых, как бы, вот у меня был момент, когда на меня охотился ганг в ВХ. Я фармил один, у меня не было никого из моей корпорации. И, как бы, я проворонил их, так сказать. Они направили вперед фрегат, который должен был меня схватить, а они бы все приварпали. Ну, как бы, фрегат меня схватил, но он хватал меня не скрамблером, а дизраптором обычно. Дизраптор не блочит вот этот модуль. Я нажал его, прыгнул на 100 километров, взял цель фрегат, убил его. Потому что, ну, сблизи-то я по нему не попадал, а вот издалека вполне даже хорошо так. Ну, вот, и приварпал ганг, ну, я уже отварпал под пост. То есть, полезная вещь, как бы, позволяет вам резко сократить... Увеличить дистанцию с вашим противником. Так, тем более, этот модуль полезен, если вы будете использовать немного другую тактику боя. Это когда вы не пользуетесь бастионом, да, это, конечно, ахинея. Ну, я видел пару таких ларгуров, которые просто пользовались артиллерией и постоянно прыгали туда-сюда и, как бы, ну, держали дистанцию. Ну, давайте пройдемся по порядку. По всем модулям. А потом еще посмотрим характеристики корабля. Так, ну, начнем, пожалуй. Так, значит, я использую четыре 800-мм репейтинг канона. Это пулеметы Т2. Можете использовать Т1, если у вас не хватает навыков. Ну, я думаю, если вы учили варгуру, выучить пулеметы, вы должны обязательно. Значит, дальность действия у них 55 километров от трех километров. Это зависит от патронов. Я использую стандартный Republic Fleet. Они очень неплохи. И, в принципе, вы можете менять патроны, если вам надо что-то изменить в своем стиле боя. Потом модуль Bastion. Это обязательный модуль, если вы хотите использовать варгур в такой конфигурации. То есть, как бы, он очень сильно увеличит вашу откачку, танковку и так далее. Потом у меня стоят пробки. Я их выключил. Потому что, ну, я очень часто летаю ПВХ и оказаться где-нибудь запертым без пробок, когда вы забыли сохранить выход. Либо еще чего-нибудь, было бы очень печально. Поэтому лучше всегда водить с собой. Потом я поставил сюда Heavy Gremlin. Ну, на самом деле, это просто так. Я еще подумаю, что сюда поставить. Я бы поставил, на самом деле, Invis. Клоку. Потому что, ну, бывает, надо скрыться и спокойно себе посидеть в скрытности, так сказать. Так. Ну, это ладно. Это на ваше усмотрение. Ну, эти слоты, в принципе, можете занимать, чем вам понравится. Какие модули вам нужны. Может быть, вы будете варгуром фармить артефакты и взламываясь потом их. Как бы, если вам нужен один корабль, у вас нет друзей. Лично я этим не занимаюсь, потому что у меня есть друг. У него перфект вкачан взлом артефактов и данных. И, как бы, он этим всем занимается. И с альвагом, и артефактами. То есть, я об этом просто не запариваюсь. Идем дальше. Значит, у меня стоят две инвульки. Которые добавляют нам по 30% к танковке. То есть, ну, инвулька это стандартный модуль. Если честно, я как-то пытался зафитить его в пассивный танк. Ну, то есть, в пассивные модули вот такие вот. Но, как-то, не получилось сделать это нормально. Слишком мало средних слотов. Поэтому лучше вот так вот. Потом у меня стоит X-Tip Shield Booster Amphire. Он достаточно неплохой. Потому что он дает нам 43% к эффективности накачки. Но это модуль фракционный. Он стоит примерно 70 миллионов. Ну, вы можете поставить что-то другое по вашим финансам. Так сказать. Потом у меня стоит X-Large Shield Booster. Тоже фракционный. И я советую ставить именно X-Large Shield Booster. Да, вы будете его реже использовать. Потому что он ест больше компаситора. Но он позволяет вам за один цикл восстановить чуть ли там не 30-40% вашего щита. Понимаете? И лучше использовать его. Потому что обычный Large Shield Booster восстанавливают достаточно мало. Это тоже фракционный. И он тоже стоит 70 миллионов. Вы можете выбрать что-то другое. Идем дальше. Стоит Micro Jump Drive. Ну, это... Можете поставить вместо него обычный Micro Warp Drive. И летать на нем как бы. Тоже на ваше усмотрение. Потом стоит Tracking Computer T2. Он сам дает добавочную дальность и оптимальную дальность. 0%. И также он позволяет вам впихать в него скрипты. Значит, у меня стоит скрипт Tracking Speed Script. который дает скорость наводки 30%. Если честно, вроде раньше он давал добавочную дальность и оптимальную дальность. Еще 10-15% вроде. А Tracking Script давал меньше. Это видно с последним обновлением. Что-то поменяли, а я этого даже не заметил. Потому что если честно, я снимаю это видео не первый раз. Потому что у меня были проблемы со звуком. И как бы когда я снимал его в прошлый раз, тут были другие бонусы. И поэтому я, видно, упустил это. Я сделаю видео по новому обновлению и все расскажу о нем. Видео через два, так три. Ну вот, идем дальше. Значит, стоят два траки Конченсера. Они дают нам также скорость наводки. Это полезный параметр для Wargura. Потому что все-таки он нам позволяет использовать наши пушки более эффективно. Потому что все-таки это основной наш DPS. И если мы будем промахиваться постоянно по быстрым целям, это будет очень вырядово. Поэтому лучше ставьте их. Так, это вообще обязательные модули линкоров, которые бьются, наносят свой основной DPS своим оружием. Потом стоят три гиростабилизатора. Они нам дают бонус скорострельности. То есть это на самом деле прямое влияние на наш дамаг, на наш DPS. Чем чаще мы стреляем, тем больше DPS. У меня их стоит три. На самом деле можно поставить два и поставить вместо этого чемодан. Что такое чемодан? Чемодан это модуль Demac Control. Он называется чемоданом, потому что раньше он был похож на чемодан. Потом мы ему изменили картинку. Он нам дает также бонус к сопротивляемости корпуса, брони и щита. Там разные есть Demac Control. Они по-разному дают. И в общем, сами разберетесь. Я думаю, это несложно. Как бы это еще больше увеличит вам вашу танковку. Так, тюнинг модули у меня еще не стоят. Но я знаю, что бы туда ставить. По крайней мере, эти модули... Полезные для фарма. Сейчас я вам покажу. Что за модули я предлагаю. Так, это два Large Capacitor Control. Два Large Capacitor Control. Значит, они дают нам по 20% времени подзарядки конденсатора. То есть они уменьшают время подзарядки конденсатора. И что позволяет нам... Вот смотрите. Используем мы один цикл. X Large Shift Booster. Потратили там капу, да. Восстановили все 30% щита. И как бы пока вам будет сноситься щит. Как бы у вас уже эта капа вся отрегенится. То есть у вас восстановится капоситор. И вы сможете его использовать еще раз. То есть, ну... Это позволит вам увеличить вашу танковку и так далее. Так. Ну, они дорогие. Единственный минус. Эти модули стоят примерно тоже по 60-70 лявов. Потому что это T2. Вы можете заменить их чем-нибудь другим. Можете поставить, в принципе, бонус к сопротивляемости. Еще, допустим, M-воздействию. Или модуль, который увеличивает вам запас прочности силового поля. Как бы. Либо модуль на DMAC. Это на ваше усмотрение тоже. Но я использую вот так. Потому что я считаю, что... Лучше... Увеличить себе... Возможность накачки. Так. Идем дальше. Значит, что дальше я хотел бы вам показать. Сейчас мы вылетим в космос. Я вам покажу, как работает модуль Bastion. Как работает микро-джамп-драйв. Так. Насчет дронов. Я использую стандартные... Хаммерхеды Т2. Они позволяют нам избавляться от всякой мелочи. Которая прилетит к нам близко. И мы просто не сможем ее убить. Как бы... В принципе, они очень хорошо расправляются с теми же слиперами. В ВХ там. Которые... Использовать разных дронов. Так. Еще раз. Давайте пройдемте по характеристикам. Значит, с нашими, так сказать, модулями. Потом я покажу, сколько будет сопротивляемости щита. С использованием модулей. Так. Ну, пойдемте. Значит, отсек для дронов 75 кубометров. У нас грузовой отсек 1150. Но это я, как бы, говорю со своими навыками. Давайте я лучше покажу вам маргур без моих навыков. Да, вот его цена. Варгур. Корабль дорогой. И слить его будет тоже достаточно печально. Но... Наш доход ВХ позволяет нам окупать сливы. Да, я сливал свой варгур под ганг. Было уже дело и не раз. И как бы... Но, в принципе, если даже я сливаю варгур, он успевает окупить себя в 2-3 раза. За то время, пока я на нем фармлю. То есть, не такие уж большие потери. Так. Ну, давайте. Запас прочности корпуса у нас 6900 единиц. Вместимость грузового отсека 1150. Оттек для дронов у нас 75 метров кубических. Канал телеуправления 50 мегабайт. Это позволяет нам использовать 5 средних дронов. Так. Значит... Запас прочности брони 7300. Сопротивление. Запас щита 8300. И сопротивление также. В принципе, начальные сопротивления неплохие. Емкость накопителей 6200. Время восстановления заряда 1100. Но у меня это время гораздо выше. Меньше, точнее. Потому что у меня стоят два варш-копоситора. Максимальная дальность прицеливания 81 километр. Скорость полного хода 110. И скорость хода варш-режиме 220. Достаточно маленькая скорость. Он летает медленно. Но и все-таки линкор. Так. Служба оснащения. Значит... Вычислительная мощность 625. Мощность реактора 12900. Калибровка 400 единиц. Значит... Четыре слота подпушки. Восемь хай-слотов. Средней мощности 6. Разъемов малой мощности 5. Средней мощности 2. Так. Ну и требования. Варгур учится, если я не ошибаюсь, примерно дней 70. Если вы будете учить его с нуля. Может быть меньше. Это было давно. И я не помню уже, если честно. Ну давайте вылетим. И я вам покажу его особенности. В будущем я покажу его на фарме. Как он справляется с слиперами. Когда будем... И... Покажу вам все его особенности. Почему он такой неплохой корабль. Так. Ну давайте. Начнем, пожалуй, с... 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 Микро джам драйва. Так. Ну смотрите. Несколько особенностей есть у микро джам драйва. Во-первых, во время его использования это не мешает вам разгоняться. То есть, смотрите. Напал на вас там какой-нибудь ганг. Вы встали в разгон. Вы не успеваете. Ну вы нажимаете модуль. Вы прыгаете. И во время этого же он разгоняется. То есть, он вас никак не тормозит. Ничего не меняет. Он просто переносит вас на 100 километров. Ну давайте. То есть, вот. Мы прыгаем. Модуль заряжается. Дизраптором нас остановить нельзя. То есть, он не заблочит нам наш прыжок. Прыгнули. Все. Мы оказались на 100 километров. И мы также разгоняемся. Мы не тормозим ничего. Модуль пошел перезаряжаться. Полезная вещь. Ну, как по мне. Как вы считаете, это в принципе ваше мнение. И вы можете спокойно сталкиваться от него. Так. Идем дальше. Значит. Модуль Бастион. Для начала давайте откроем. Характеристики. Данные характеристики. ДПС-966. Система защиты. Смотрите. Наши характеристики сейчас. Мы включаем две инвульки. От 62 до 75 процентов сопротивляемости. Значит. Откачка у нас в данный момент 1596 единиц за цикл. За 4 секунды. Ну. Да. Смотрите. Включаем Бастион. Корабль тормозит. Полностью. Все. Эффект выглядит вот так. Вот видите. И бронеплиты выезжают по бокам. И здесь какая-то молния выезжает тоже. Не знаю что это. Ну да ладно. Все. Мы не можем двигаться. Не можем варпать. Вот смотрите. Пробуем варпать. Не получается. Цикл пошел. Смотрите. Сопротивляемости поднялись. 73. 82 процента. Значит. Дальность пушек тоже поднялась. До 65 километров. И наша откачка стала аж 3067 единиц за 4 секунды. То есть. Это 30 процентов нашего счета. Смотрите. Видите. Видите модуль. Его желательно постоянно выключать. После каждого цикла. Вы цикл запустили. Сразу же вырубили его. Чтобы он не пошел автоматически на второй цикл. Потому что. Если вам это не надо. А вы это упустили. И на вас напали. А вам надо резко убежать. Либо. Вы не справляетесь с монстрами. Монстрами. С неписью. В аномальке. Там. Или. В миссии. Либо еще чего-нибудь такое. И вам надо уехать. И вас расфигачивают. То как бы. Если модуль пойдет на второй. Круг. То вы. Застряните тут еще на минуту. То есть. Вы понимаете. Как бы. Лучше. Не допускать таких вещей. Лучше вы еще раз включите его заново. Чем. Окажетесь в таком положении. Когда. Вам. Некуда будет деться. Так. Ну. Давайте я покажу. Сколько ест. Наша закачка. Ест она у нас. Достаточно. Мало. Капаситора. То есть. Вы. В принципе. Успеете. Отрегенить его. Пока. Вам будет опять сносить. 30 процентов. Щита. Также. Использование модуля. Бастион. Просто даже. Включение его. Вешает на нас флаг. Применение оружия. То есть. Вы не сможете зайти на станции. Ну. Как бы. Это. Как будто. Вы атаковали кого-то. То есть. Думайте об этом тоже. На всякий случай. Так. Ну. В принципе. Это все. В будущем. Я покажу. Варгуру. В деле. Так сказать. На аномальках. ВХ. Еще где-то. Мы посмотрим на него. И до скорых встреч. Всем пока.